В новом году в государство придут новые налоги. Изменения налоговой системы России, отмечают депутаты, ускорят темпы восстановления экономики. А для того, чтобы в частности в Сочи не наблюдалось существенной налоговой нагрузки, народные избранники решили дифференцировать ставки, предложенные налоговым кодексом. Жилые дома, квартиры, коммерческие объекты, у каждого будет своя процентная ставка. В данном случае немаловажно уделить внимание сочинскому бизнесу, отмечают депутаты. Особенности то, что касается наших удаленных территорий нашего города. Это небольшие магазины, которые у нас в удаленных аулах находятся, в сельских зонах находятся. Чтобы это было подъемно, чтобы малый бизнес, который на сегодняшний день у нас развивается и обслуживает население во всех этих точках, он не ушел из-за непомерных налогов. Сейчас мы будем оплачивать налог на имущество и на жилье, исходя из кадастровой стоимости. Она у нас по городу Сочи довольно-таки высока. Мы-то уже градацию сделали. То есть мы понижающие коэффициенты, которые касаются жилья, стоимостью до 5 миллионов рублей. Следующая группа жилья, это которая касается от 5 до 10 миллионов рублей. Потом от 10 до 20 миллионов рублей. И от 20 миллионов и выше. Вот на каждой из вот этих, на первых две группы мы сделали понижающие коэффициенты для того, чтобы снизить налоговое время. К примеру, процентная ставка на квартиру стоимостью до 5 миллионов составит 0,05%. Первые платежи по-новому в казну поступят в 2018 году. Особое внимание на очередной сессии уделили и инициативе депутата городского собрания Михаила Бугреева. Он предлагает собрать в единый реестр все многочисленные детские и спортивные площадки Сочи. Строятся они в том числе и с самими народными избранниками по наказам избирателей. Правда, документально такие территории нигде не учтены, из-за чего и попадают в зону риска. В данном решении мы, прежде всего, сохраняем данные площадки от сноса. Второе, мы даем толчок для муниципальных наших органов о создании общего реестра тех площадок, которые находятся на территории нашего Сочи. Она будет стоять на кадастре. На все. Да, она уже просто, данная земля, она не может попасть под данную застройку, потому что она будет в всех городских документах, она будет обозначена как зона, запрещенная к строительству каких-либо объектов. Кто за? Депутаты отмечают, это работа совместная. Собирать информацию и проводить инвентаризацию таких площадок, а также других объектов социальной направленности, депутаты будут совместными усилиями. Приняли народные избранники еще одно решение, направленное на сохранение зеленых зон курорта. Уже в ближайшее время в городе появится список территорий, которые будут считаться особо охраняемыми зонами. А это значит, что там будут запрещены любые разрытия, более того, даже коммуникации оттуда вынесут.